Всем привет! Вы на канале Лина Лори. Меня зовут Лена. Сегодня мы пошли гулять с нашими щеночками. Мы с ними уже гуляем неделю. Сначала они гуляли просто на выгуле. Сложно было их приучить ходить за нами. Поэтому мы запасли полные карманы в куснях и пошли. Пока еще по нашей маленькой трассе мы ходим, которая идет 700 метров. Просто чтобы приучить щенков ходить за людьми. Когда щеночек один, это не сложно. Он идет со своим хозяином, а когда их много, то есть братья и сестры пошли под елочку грызть шишки и они идут за ними. То есть следовать за человеком им не прикольно. Поэтому мы взяли миски. В мисках у нас рубец. Вот видите, как они пытаются его схватить. Да, там обязательно должно быть что-то вкусненькое. Должно быть поощрение. А у меня в кармане сухой корм. Большой, самый крупный, который я смогла найти. И вот мы приучаем наших самоедиков и пиренейцев ходить за нами. Расскажу вам немножко о наших щенках во время прогулочки. И посмотрите, как они бегают, как они тусуются и как у них это все весело. Нам повезло. У нас дорога не открытая, а именно сосенки. Мне кажется, вот эта тропинка просто потрясающе выглядит. Белые щеночки, кстати, они немытые, потому что постоянно мыть и начувствовать и держать их на улице очень сложно. Поэтому мы какие есть, такие вам и показываем. Итак, здесь у нас гуляют три щенка самоеда. Два моих, а один выставлен на продажу мальчик. Остальные все уже щеночки из семьи разъехались по новым домам. Вот такие штуки тоже бывают, когда щенок с разбега тыкается мордой либо мне в лицо, либо в камеру. Ну что, не без приключений. Вот так мы и гуляем. Кто-то ходит, видите, выбирает шишечки. Кстати, им прикольно погрызть. Сейчас что-то новое пробуют на зуб они елочки, палочки, шишечки. Это тоже познают мир. А самое, что интересное, у нас переместки горной собачки. Я думала, что с серыми ушками и с пятнышками, они засидятся, а беленькие разъедутся в первую очередь. Но почему-то случилось наоборот. Все хотят щеночков... Ой, какой малыш. Все хотят щеночков с серыми ушками, а беленькие почему-то пока еще у нас. А мне наоборот они нравятся. Это будут такие же собачки, как самоеды, только ушки висят вниз. Очень мило морда смотрится. Вот тут мальчики, девочки и самоедики наши. Ушки потихонечку то встают, то падают. Но у щенков это нормально. Юные исследователи. Снимать сложно. Приходится их контролировать, чтобы никого не забыть, чтобы никто не заигрался где-то в кустах. Вот. Постоянно пересчитывать. Поэтому камера трясется. Я бегаю от них. Вот видите, щеночек ушел в сосенки. Придется его звать и ждать отдельно. Мне помогает наша Оля. Одной пока с такой оравой не справится. Когда они уже будут приучены, они будут ходить спокойно, то я гуляю сама. А сейчас у нас пока снег проваливается в лесах. Вот здесь трасса натоплена, потому что всю зиму по ней ходили посетители. А у нас есть отдельная трасса на 6 километров. И сейчас, когда щеночки подрастут, где-то через месяц мы будем ходить по трассе в 6 километров. Не будет хорошего щенка с хорошим физическим развитием, если он не гуляет. То есть, единственная проблема щенков, растущих в городе, это не поведение, и не квартира, и не какой-то этаж и ступеньки, а именно возможность побегать вот так на воле свободно. Хотя бы час в день. Это надо любому щенку. Вот у нас этим щеночкам, получается, пернейцам будет 3 месяца через полторы недели, а самоедикам 2,5 месяца. То есть, они еще совсем маленькие. В теории, у них нет еще третьей прививки. Гулять их на улице нельзя, но у нас территория наша чистая. Вааа, гонки щенков! Огороженная. Вот, без доступа других собак, которые могут занести какую-то инфекцию. Снег у нас, видите, чистый, то есть, никто лишних здесь не ходит из животных. Поэтому мы можем уже после первой прививочки выпускать щенков, приучать их к туалету на улице. Да, они выходят из вольера и начинают входить в туалет подальше от того места, где они живут. Все дети у нас чистоплотные, вообще молодцы, очень мне это нравится. Вот, кто у нас остался. Я уже сказала, у нас есть мальчик самоеда и есть две девочки перенейской горной собаки и два мальчика. Оба мальчика перенейца белые, свободные, и девочка с серыми ушками и чисто белая, как мама Дива. Маму Диву я тоже уже показывала, снимала отдельное видео. Сейчас мамочка у нас отъедается, она уже не кормит щенки, уже полностью сами переведены на еду. У нас и мяско, и сухой корм. У самоедов нет сухого корма, а у перенейцев есть. У них все хорошо, глазки не текут. В общем, развиваются вообще классно. Играют, гуляют. Да, отчасти же разъехалась в новые дома. Вот. Им только покажи еду за зарплату, они будут тебе в глазки заглядывать. Вот такие малыши меня сшивают с ног. Каждый раз тыкаются в камеру, и поэтому приходится переснимать и вытирать камеру постоянно. У нас несколько новых событий произошло. К нам приехали белые олени, белые северные олени. Я их вам поснимала. Сейчас они пока еще в конюшне, там не очень красиво все смотрится. Я вам их сниму отдельно чуть попозднее. Что у нас еще произошло? Ну, разъехали щеночки. Наши собачки, Снежка, после операции все хорошо. Ждем, когда будем снимать швы. У нее вообще все прекрасно. Луна начала немножко кушать, но тихонечко пока тоже еще лечится. Чуть-чуть еще болеем. Не чуть-чуть, а болеем. Вот. Вчера съездила я с кошечками, со своими мейкунами на актировку. Все кошечки получили документы. У нас осталась вторая прививочка. И можно будет различаться по домам. Так что у нас еще есть мейкунята. Смотрите, какие милые собачки. Вот эти вот ушки, которые я привыкла, что ушки торчат вверх. У всех же северных ездовых собак ухи вверх. Вот. А у перенецов они лежат, и они не должны вставать. И вид такой у них прям милый-милый. Вот. Это уже последняя у нас последняя часть пути. Мы уже подходим к питомнику. Сейчас щеночки немножко перекусили в дороге, но все равно будут кушать и отдыхать. А вы подпишитесь на канал, поставьте нашим малышам лайк, напишите, пожалуйста, комментарии. Я буду очень рада. Это поможет продвижению нашего канала. А если кто-то из щеночков вас заинтересовал, тоже обязательно пишите. Я думаю, мы найдем общий язык. И будет вот такой вот белый мишка. Похож на белого медведя? Я думаю, что они очень похожи. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok